Вряд ли стоит гадать, когда через несколько минут мы услышим, как мы понимаем, пресс-конференцию канцлера Меркеля, президента Оланда, как были сообщения. Тот факт, что, как кажется, ни президент Порошенко, ни президент Путин не выйдут в прессе в таком формате, тоже оставляет какие-то возможные нюансы. Но есть две факта. Какие нюансы? Они положительные? В данном случае, если бы было что-то, что можно было бы представить как победу той или иной стороны, то, я думаю, и тот, и другой президент вышли бы. В данном случае, учитывая то, что ведущую роль в нормандском формате играет Германия, а Франция принимает эту встречу, очевидно, и канцлер, и президент Франции изложат то, что может выглядеть рамками компромисса. Но есть два факта, на которые я хотел бы обратить внимание. После Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, после бомбардировок в Сирии, Путин пробомбардировал, вот такое слово я, пробомбардировал себе дорогу к большому международному переговорному столу. Это означает, что, к сожалению, так выглядит, что Россия подошла более серьезными козырями для этих переговоров, которые были анонсированы раньше. Второй факт, на который следует обращать внимание, речь ведь не идет и не столько о выборах и когда они состоятся. Будут ли они в те сроки, которые огласили так называемые ЛНР и ДНР, или их перенесут. Есть вероятность, что их, возможно, перенесут. Речь ведь идет о другом. А что будет после Нормандии, после этой встречи, после нормандского хендшейка, когда президент Путин и президент Порошенко по настоянию канцлера Меркель пожали друг другу руки. Вот это важно для Украины, а не то, когда произойдут выборы. И это также очень важно с точки зрения того, останется ли Минская рамка, Минский формат единственным, или дипломаты начнут искать другие пути для усиления. Важный вопрос. Вот я вижу у моего коллеги попытку представить то, что основывается сейчас на очень скупой информации, которую вы озвучили, как очередной дипломатический триумф, как победу. К сожалению, у нас в недалеком прошлом одна дипломатическая победа следовала за другой, в результате чего мы попали в Минский тупик, из которого сейчас ищем выход. И я бы здесь скорее обращал внимание на те риски, которые есть, потому что у нас сегодня начало октября. Минск в том формате, в котором был подписан, до 31 декабря этого года. Какие есть основания? Главное для Украины получить контроль над государственной границей.